Добрый вечер, господа! Всех рад приветствовать на нашем вебинаре, посвященном новому слову в технологиях Windows Server, а именно контейнеризация в Windows. Меня зовут Соколов Михаил, я являюсь штатным тренером Центра Специалист, ну и также являюсь действующим инженером, занимаюсь всеми теми технологиями, по которым веду курсы в Центре Специалист и, соответственно, делаю периодические вебинары. На прошлом вебинаре я обещал сделать вебинар, посвященный контейнеризации, и вот, наконец-то я с радостью его представляю. Вопросы возникали. Контейнеризация говорилась достаточно давно, и, соответственно, о open-source-ном проекте, с которым также связан Microsoft, в котором активно участвует Microsoft и портирует этот продукт на свою систему. Речь идет о продукте Docker. Но Docker это одновременно и проект open-source-ный, и, соответственно, это платформа. Платформа для разработки, создания, управления контейнеризованными приложениями. То есть упаковка приложений в контейнеры с целью их изоляции и с целью облегчения процесса разработки. В этом плане для разработчиков очень полезно и интересно. Тестирование и, главное, развертывание. То есть нет необходимости инсталляции, деинсталляции. Установили все это в контейнер, и дальше попросту портируем его на любую поддерживаемую систему, на любую поддерживаемую платформу. Но под платформой в первую очередь подразумевается аппаратная платформа. Ну, собственно, кратенько обо мне на слайде показано. В общем-то, все, кто у меня уже учился, знакомы. И моя почта для контактов также по этому адресу я доступен. Ну, собственно, предлагаю нашу программу разбить на три логических части. Первое. Поговорим о контейнеризации. Собственно, что это такое, для чего она используется, как устроены контейнеры, что из себя представляет, в чем их преимущество над известными формами виртуализации, такими как Hyper-V, такими как Azure для предоставления обычных вычислений. Собственно, как между собой связано, виртуализация, в частности, сервная и десктопная виртуализация, как связаны новомодные облачные концепции, облачные вычисления. И вот теперь мы получили еще контейнеризацию. На самом деле пользователи, администраторы, инженеры Linux, Unix системы, они, в принципе, давно знакомы с этой концепцией и с докером, в частности. А вот для пользователей, ну, в первую очередь, конечно же, IT-специалистов, я имею в виду продвинутых пользователей, в общем-то, администраторов. Для пользователей Windows это в новинку. Но, тем не менее, все слышали, все слышали, начиная с Technical Preview 3, где впервые, в общем-то, эта концепция в более-менее осязаемом виде появилась, улучшилась она в четвертом, и сейчас уже можно такое предрелизное состояние. Technical Preview 5, техническое превью 5, 5 реализации 5 версии. А здесь более такое удобное для использования вариация. Мы видим и более усовершенствованное продукт Docker, более свежую версию, и, соответственно, больше функциональность в плане работы с контейнеризацией, с контейнерами. То есть меньше багов, меньше проблем, и, в общем-то, все работает достаточно показательно, достаточно хорошо. Но пока, опять же, это все не Enterprise, пока это все именно Technical Preview, попробовать, протестировать и быть готовым к внедрению в Enterprise, как только выйдет законченный релиз системы. Вторая часть это демонстрация, то есть в идеале то, что мы с вами обсудим здесь, поговорим, продемонстрируем схематично, как это работает и для чего это все нужно. Посмотрим, как установить необходимые пререквизиты для того, чтобы работать с контейнером, и попробуем контейнер с вами создать. Но в идеале, если у вас найдется под руками серверная система Technical Preview, в идеале пятой версии, или же Windows 10, где также релиз уже состоялся и где также эта функциональность реализована. Ну, базовая функциональность движка, как бы она и ядра, идентична на всех этих системах. Понятно, что Windows 10, она позиционируется как парная клиентская система относительно будущего Windows Server 2016, Technical Preview, которую мы сейчас рассматриваем. Поэтому вторая фаза будет посвящена демонстрации. На самом деле, сейчас есть достаточно неплохие источники. На вскидку могу сказать, в плане теоретизирования, в плане теоретически, как это все реализовано, зачем это все нужно. Неплохой доклад. Правда, по Technical Preview еще четвертой, предыдущей версии, был у Александра Шаповала, поэтому по ключевому слову контейнеризация Windows Server 2016 можно найти ссылку на презентацию и на вебинар. И, естественно, MSDM. Поэтому в конце я ссылку на этот источник дам. И, в общем-то, во многом, во многом этот вебинар построен по материалам, которые предоставлены в MSDM, потому что MSDM это первый источник. Собственно, поэтому в MSDM раздел, посвященный контейнерам Windows, ведет Nail Patterson. И достаточно кратко, достаточно лаконично изложены основные термины, основные понятия, связанные с контейнеризацией и кратенькие примеры. Но, надо сказать, вдохновила меня на вебинар та идея, что, прочитав руководство, так вот с ходу что-то взять и достаточно в полной функциональности создать в плане контейнеризации, оно не так-то просто. Поэтому нужно не только прочитать все эти мануалы и проделать, необходимо еще понять саму концепцию контейнеризации, немножко глубже разобраться во всем этом деле. И когда начинаешь развертывать, тестировать, в общем-то, все это трассировать, рассматривать с помощью дополнительных средств и утилит, то выявляется некая такая целостная картина, как это должно работать, как это соотносится с имеющимися наработками в плане виртуализации, имеющимися средствами, в том числе Hyper-V. На самом деле, на самом деле, то, что в статьях достаточно, это всего лишь верхушка айсберга. На самом деле, сама техническая реализация, она уходит корнями в реализацию платформы виртуализации на Windows, на Windows-сервере, на Windows-клиенте, то есть во функциональности, связанной с виртуализацией не только операционных систем, но и виртуализацией сети. То есть, в принципе, речь идет о виртуальных центрах обработки данных, ну и, по большому счету, об облаках, да, будь то приватные, если это в рамках и на средствах организации контролируется, с эксклюзивной организацией, будь то о публичных, то же самое Azure. Поэтому, вторую часть, предполагаю, сделал демонстрацию, на своем стенде я тестировал, надеюсь, что все получится и на этом стенде. В общем-то, хочу немножко поглубже рассмотреть, нежели чем те примеры, которые даны в Windows, проще говоря. Ну и традиционно третий блок – это вопросы. Все вопросы, которые у вас возникнут, можно будет позадавать, побеседовать, подискутировать. И, соответственно, если вопросы будут появляться, я всегда открыт к общению, мне всегда ваши вопросы интересны, но хотя бы потому, что они мотивируют меня и вдохновляют на создание подобных вебинаров. Может быть, что я вот так вот сходу не заметил, сумею реализовать или, по крайней мере, сумею какую-то тему раскрыть вполне и, может быть, даже сделать более продвинутый вебинар. Ну и, собственно, в конце также будут даны ссылки на то, где почитать и на то, где этому поучиться. Но традиционно в нашем центре специалист проводится более тысячи курсов по всем направлениям и, в общем-то, наверное, большую часть, большую часть сил наши тренера и большая часть своего времени уделяет именно IT-технологиям, то есть профилирующее направление центра – это, конечно, IT. Поэтому грядут курсы по новой версии. На самом деле уже доступен курс, и в конце я на него ссылку дам, доступен курс по обновлению своих знаний и умений с текущей версии Windows сервера 2012 R2 на 2016. Сам релиз еще не состоялся, но, по крайней мере, все ключевые концепции уже очерчены, они уже понятны, и курс уже готов по сопряжениям системы. В принципе, можно уже приходить, слушать, выполнять лапы, знакомиться со всеми новшествами, которые будут... Ну, а в плане обновления своих знаний и умений, конечно же, большая часть материала в новых, в обновленных курсах, она посвящена именно тем новшествам, которые реализованы. Чем новая система отличается от старта. Ну, а теперь ближе к теме. Что такое контейнеры и как они связаны с существующими и уже знакомыми нами, знакомыми нам концепциями, не только, кстати говоря, от Microsoft. Ну, первая концепция, которая, в общем-то, позволила нам добиться некой изоляции прикладного ПО, ради которой мы, в общем-то, эти структуры возводим, в первую очередь, от аппаратной части, да, обеспечив что? Обеспечив переносимость. Нам не нужно больше заботиться о совпадении оборудования, совпадении драйверов, о, в общем-то, переустановке операционной системы с одной аппаратной платформы на другую, как-то у нас появилась виртуализация. Это первый такой прорыв, который, в общем-то, был обусловлен внедрением виртуализации, ну, и в первую очередь, в серверной виртуализации. Виртуализация позволила нам абстрагироваться от аппаратуры, но, тем не менее, это не абстрагирование от операционной системы как таковой. То есть виртуализация, да, она позволила на одном оборудовании несколько параллельно выполняющихся операционных систем запустить. Соответственно, если нам нужно было изолировать одно приложение от другого, мы прибегали к этому подходу. Но для изоляции приложения, вдумайтесь, нам необходимо было что? Нам необходимо было поставить целиком и полностью операционную систему. Изначально, когда у нас была программная виртуализация, накладные расходы тратились на на программную среду, обеспечивающую виртуализацию, потом на поверхнюю развернутую виртуализированную и гостевую систему, что, в общем-то, усиливало нагрузку на вычислительные мощности и без того, в общем-то, слабенькие на тот момент, ну, относительно существующие, конечно же. Поэтому следующий прорыв – это аппаратная поддержка виртуализации, это гипервизоры, то есть некая прослойка, тонкая-тонкая, состанная, которая обеспечивала VMBUS, шины виртуализации, для того, чтобы не… для того, чтобы, собственно говоря, виртуализировать доступ к поддерживаемым устройствам, поддерживаемым хостовой системой устройств. И в этом смысле мы получили большую выгоду в плане снижения нагрузки на утилизацию аппаратных компонентов за счет чего? За счет того, что на самом деле мы избавились от программной прослойки, которая обеспечивает роль виртуальной машины, самовиртуализации, да, то есть теперь у нас одни и те же аппаратные мощности были расшарены, разделены между несколькими операционными системами гостевыми, то есть хостовой операционной системой, которая выполнялась в так называемой родительской партиции, parent partition, в общем-то она и поддерживала ту часть гипервизора, которую мы называем VMBUS, шины виртуализации, которая обеспечивала общий доступ к гостевым операционным системам наряду с хостовой к одним и тем же аппаратным ресурсам. В общем-то сама виртуализация была и на самом деле до сих пор поддерживается аппаратом. Опять же, мы здесь говорим о том, что ради изоляции одного конкретного приложения нам нужно воздвигать целиком операционную систему. Операционная система, опять же, она обрабатывается аппаратными средствами, то есть утилизация аппаратных средств. Дополнительно возникает ради какого-то одного приложения. Это невыгодно. Что касается, как со всеми этими виртуализациями соотносится облачное вычисление. Облачное вычисление, собственно говоря, это не разновидность виртуализации, это способ предоставления сервисов, в первую очередь. И это способ управления выделением ресурсов, необходимых под эти сервисы. То есть, когда мы начали говорить о облаках, мы отошли от ограничений, специфичных для хостовой виртуализации. То есть, мы больше не ограничены одним хостом, как одним набором нерасширяемого дальше за предел этого хоста железа или аппаратных ресурсов. То есть, если нам необходимо горизонтально масштабировать, если у нас сервис требует большего количества процессоров, большего количества памяти, что мы делаем? Мы добавляем и добавляем динамически по мере необходимости хостовой виртуализации. А потом, когда такая нагрузка пользователям это приложение нужна, мы освобождаем часть хостовой виртуализации. То есть, облако – это некие эластичные границы, которые позволяют нам из нашего центра обработки данных, представленного целой серверной стойкой, целым набором серверных стойкой, блейдов, то есть набором серверов, как хостовой виртуализации, динамически управлять. Часть ресурсов, часть ресурсов одного сервера или серверной фирмы выделять каждому арендатору наших обычных сервисов, так называемых. То есть, на самом деле, на самом деле у нас есть провайдер, поставщик и арендатор. Это могут быть подразделения одной и той же организации, это могут быть внешне какие-то организации, не суть важна. Важно то, что организации, как конечному потребителю, не нужны ваши виртуальные машины, тем более физические компьютеры, им нужен сервис, им нужно приложение. Все равно, с какой платформы виртуальной или физической вы его предоставите. Они платят за сервис. Замечательно, этот сервис должен о чем-то хоститься. Он хостится на виртуальных машинах. Эти виртуальные машины развертываются. Нужна большая нагрузка, значит, вам большее количество виртуальных машин, в которых встроен этот сервис, предустановлен этот сервис, из шаблона будет разворачиваться, развертываться по мере возрастания рабочей нагрузки со стороны арендатора, возложенной относительно запрошенного сервиса. Нагрузка стихает, соответственно, высвобождается часть виртуальных машин и часть хостов, которые по них выделяются. Если для обработки вычислительной нагрузки, которая возложена сервисом, хостящимся на виртуальных машинах, не хватает ресурсов одного хаста динамически, еще хаста эффических виртуализаций будут подтягиваться. Вот это концепция облака. То есть, когда вы не привязаны своими виртуализированными сервисами, работающими с виртуализированных машин, к какому-то набору железа, ограниченному конкретным компьютером или сервером динамически, можно все это расширять или сужать. И, соответственно, абстрагировать конечного пользователя от реализации, от сложности реализации ваших сервисов. Они могут быть многоуровневыми. То есть, они видят конкретное положение, конкретный сервис. Что касается контейнер, контейнеризация как следующей идеи, как дальнейшего развития идеи виртуализации. Ну, собственно, видны слайды. Контейнер как дальнейшее развитие идеи заложенной виртуализации, а именно абстрагирование. Не только от оборудования, как я ранее говорил, но контейнеры позволяют, в принципе, абстрагироваться еще и от окружения операционной системы, в котором выполняется приложение. Смотрите, допустим, у вас есть операционная система, неважно, не физическое компьютерное или виртуализованное, не суть важно. Вам необходимо несколько приложений установить. Ну, во-первых, вам нужно их заинсталлировать. Это значит, подписать в реестр. Уже раздувание реестра происходит, и никто не гарантирует корректность и частоту вычищения точек входа, произведенных установщиком приложения из реестра в обратное. Раздувание реестра – это ухудшение производительности. Никто не гарантирует отсутствие конфликтов между несколькими приложениями, которые конкурируют за одни и те же ресурсы. Да, у Microsoft было промежуточное решение. Похожее решение – это API, Application Virtualization. Но Application Virtualization опять же предполагала некий костыль, предполагала установку некого программного обеспечения, которая эмулирует виртуализированную среду для выполнения в этой как бы виртуализованной капсуле приложения. Еще это дополнительное преобразование приложения, захватывая эту среду специальным секвенсором, то есть дополнительные накладные расходы. Здесь этого нет. Здесь мы абстрагируемся от системы каким образом. Мы каждое приложение можем запускать в некой изолированной среде выполнения, которую мы звали контейнером. Соответственно, нам нет необходимости прописывать точки входа этого приложения в реестр хостовой машины. Приложению, по сути, нужна функциональность ядра, через которую она взаимодействует и с системой, и с аппаратом обеспечениями. Поэтому, по сути, контейнер – это некая среда, у которой есть слой, изолированный слой ядра, доступ к общему ядру, на самом деле, изначально, и свой отдельный от других контейнеров, отдельный от хостовой системы, реестр, куда прописывать точки входа, которые обеспечивают что-то вроде интерфейса или прослойки для взаимодействия с экземпляром операционной системы, куда этот контейнер с положением установлен. По сути, как-то так. Соответственно, контейнер позволяет реализовать, и контейнер является, по своей сути, операционной средой для запуска приложения с целью изоляции этих приложений. То есть, приложение может работать, не оказывая воздействия на остальную систему, на хостовую систему, по которой установлен контейнер, и не подвергаясь при этом воздействию со стороны этой системы, и никак не взаимодействуя с другими контейнерами, средами, замкнутыми, изолированными, средами исполнения на этой же хостовой системе. Если у нас взаимодействие с системой, в общем-то, ограничивается только взаимодействием с ее ядром, то ничто нам не мешает без переустановки самого приложения, приложение, которое установлено, на самом деле, в контейнер, вместе с этим контейнером попросту перенести, на другую платформу, на которой запущена такая же система, которая тоже умеет поддерживать на уровне ядра эти самые контейнеры, которые видят и понимают контейнеры. То есть система видит контейнер, а контейнер обеспечивает приложение взаимодействия с теми компонентами, реализованными в этом контейнере системе, которые необходимы приложению. Ну и, собственно, обеспечивает возможность переносимости между поддерживаемыми аппаратами и платформами. Я делаю специально акцентно-аппаратными платформами, потому как приложение зависит от ядра конкретной системы. У вас, в принципе, не бывает приложений, которые могли бы работать под разными системами в единой компиляции, как бы кроссплатформное приложение. У вас может быть одно и то же приложение, но написанное с учетом возможностей и с учетом API, предоставляемыми операционной системой Windows, и этими же разработчиками приложение может быть написано с учетом API, которое реализует взаимодействие с ядром Linux. Вот разная компиляция, вы не можете компиляцию Windows запустить на Linux и наоборот. Я думаю, это очевидно. Поэтому контейнер позволяет, собственно говоря, осуществить привязку к ядру конкретной операционной системы. Вот и все. То есть между системами, которые имеют на уровне ядра поддержку контейнеров и имеют, в общем-то, ядро специфичное для приложения, под которое описано приложение, без проблем контейнеры переносятся. То есть между разными компьютерами под управлением Windows Server 2000 в 2016 контейнер с положением будет переноситься, но это положение в контейнере не будет привнесено на ядро Linux, например. Хотя Linux тоже поддерживает контейнер, тоже поддерживает докера. Аппаратные проблемы. Главное, чтобы системы хостовые исследования, на них можно было поставить. Если хостовая система аппаратуру поддержит, то и контейнер без проблем туда-сюда будет переноситься. То есть в контейнер драйвера, учитывающие специфику каждого конкретного компьютера, не нужно ставить. Зачем нужны контейнеры? Ну, из вышесказанного, я думаю, понятного. В отличие от похожего сценария с применением виртуальных машин, для изоляции программного обеспечения контейнера используют общее с хостовой системой ядро. И, соответственно, библиотеки, типа Derilic, не требуют дополнительных расходов, связанных с утилизацией ресурсов выделенной виртуальной машины со своей копией операционной системы. Зачем вам целиком операционную систему угородить? Ради поддержки приложения, которые нужно установить на такую же систему, как и хостовая. То есть хостовая система, куда, в принципе, на которой может работать приложение, которое я хочу от нее заизолировать, и роднивать целую еще одну копию операционной системы, которая сама по себе требует, что процессных мощностей, пространство в памяти, пространство на диске. Но с точки зрения просто рядового обывателя, у которого один компьютер, ну, ему ладно, там ресурсов столько, что ему не страшно, как бы их не жалко, он странно не расходит. А вот с точки зрения провайдера, облачного провайдера, это уже существенно, да, то есть смотрят у вас там десятки, сотни, а то и тысячи тенантов, арендаторов, и каждому необходимо какое-то приложение. То есть арендатор у вас арендует приложение или набор приложений. И что, если вы для каждого арендатора, для его приложения будете выделять виртуальную машину, помимо того, что приложение утилизирует пространство рабочее в памяти, еще и операционная система виртуализированная будет на себя брать весьма существенно. Но одна система, она мало возьмет, а умножьте на количество арендаторов, какой-то процент уже будет. Это уже будет существенно для ваших аппаратных мощностей. Но проще говоря, все это резюмируя одним словом, одной фразой, контейнер – это изолированная переносимая среда выполнения, в которой запускается приложение. Ну и тут мы с вами вспомнили, что упоминалось такое волшебное слово, как докер. контейнеризация, докер спрашивается. Ну хорошо, контейнеризация у нас исторически сложилась изначально, была реализована в Linux. В Linux как LXC. Почему я про LXC? Там есть еще варианты были. На самом деле LXC, Linux containers, были реализованы самим автором, разработчиком и в общем-то лицом ответственным за выпуски ядра Linux Torvalds. То есть на уровне ядра реализованы в Linux контейнеры. Но изначально не поставляется и в ядро не встроена клиентская часть, клиентский модуль или средство управления создания этих контейнеров, соответственно удаление, переноса этих контейнеров. Нет. На уровне ядра возможно только как бы расшарование обопочистления этого ядра между несколькими экземплярами средств выполнения. А уже создать эту среду необходима некая надстройка. То есть ядро понимает, а надстройка оперирует. Но, собственно говоря, были свои какие-то там дополнительные инструменты и есть, которые вы можете в первом приближении создавать в Linux контейнеры, удалять. но если вы хотите с точки зрения именно интенсификации процесса и больше эффекта эффективности добиться процесса разработки, приложение здесь потребуется докер. Докер это с одной стороны платформа расширяемая, с другой стороны это программное обеспечение для автоматизации процесса развертывания и управления приложениями среди виртуализации. Но если вы откроете википедию вы вот эту фразу там найдете. Докер как программное обеспечение имеет клиент сервенную архитектуру. Собственно говоря, докер клиент позволяет вам выйти далеко за пределы только создания и удаления контейнера в рамках ядра отдельно взятой системы, которая поддержит контейнеризацию. Докер в силу того, что это оппортсорсный проект в который увеличены не только разработчики Linux, Unix, системной и Microsoft как я уже говорил, активно участвуют. Докер можно устанавливать и на Linux и на Windows. И докер позволяет вам реализовать более расширенную среду для работы с контейнерами. То есть он позволяет не только просто создать контейнер и поиграть с ним и удалить, но и позволяет во-первых облегчить взаимодействие с репозиторием. То есть вы можете не только создать контейнер, а можете его выложить не в локальный репозиторий, а сделать доступным в рамках корпоративного или вообще говоря публичного репозитория на том же гитхабе. есть раздел для докера. соответственно вы можете оттуда взять наработки контейнера с предустановленными проконфигурированными приложениями для своих экспериментов другими людьми, которые выложили их в центральной репозитории. То есть это и работа с репозиторием, и создание удаления, и импорт-экспорт, и перенос контейнеров. По сути докерский клиент это среда, которая позволяет вам управлять процессом создания, импорта, экспорта, удаления контейнеров. Он взаимодействует с докер-демоном, который реализует серверную часть. При этом клиент может быть на отдельной системе, может быть на той же системе. Как правило мы управляем со своего клиентского админского рабочего места функциональностью, которая реализована на сервере. На сервере эта функциональность реализована докер-демоном, которая используется для создания и запуска контейнеров. По сути докер-демон взаимодействует с функциональностью ядра, которая обеспечивает поддержку контейнеров. То есть проще говоря поддерживает возможность обобществить доступ к ядру с разных независимых друг от друга средств выполнения. По сути докер это некая расширяемая надстройка, реализующая интерфейс управления. Параллельно докер у нас изначально, когда Microsoft реализовала концепцию управления контейнером, вообще говоря, поддержка контейнеров реализована на уровне ядра, как фича, как опция, то позиционировалось управление с помощью Windows Management Instrumentation VMI, ну и как бы над VMI настройка является PowerShell. PowerShell тоже умеет методы и механизмы VMI задействовать для управления системой и компонентами, в частности компонентом контейнера. докер позволяет более дружелюбную, более гибкую среду создать. В принципе вы можете и с Shell, и с докером делать. Ну и докер интегрируется с Shell, то есть модули, которые в принципе вызываются с PowerShell и которые отвечают за функциональность докера у нас присутствуют. Компоненты докера. Ну, во-первых, во-первых, прежде чем приступать, как это все нагромождение должно работать. Я немножко позволю себе порисовать, чтобы все работало, что у нас должно быть? У нас должна быть операционная система. У нас должна быть операционная система, которая имеет что? Которая имеет ядро. Операционная система куда-то ставится, поэтому будем рассматривать ее как хостовая операционная система. Пост.os хостовая операционная система. И у нее есть ядро. Кернель. У нее есть ядро. И на уровне ядра собственно говоря реализованная функциональность. поддержки контейнеров. Поэтому вам нужно установить фичу собственно говоря контейнер. Я по RDP подключился к своему рабочему стенду. В принципе здесь движуха идет в плане установки кастомного контейнера. пока она идет я покажу что прежде чем вы в принципе сможете работать с контейнеризацией поддержку контейнеризации на уровне ядра нужно активировать. Ее можно включить либо через фичи но собственно говоря через панель управления включения и отключения фичи возможности Windows Windows 10 можно сделать. Windows сервер традиционно для этой цели есть фича эти контейнерс галочка одевается строго говоря по инструкции в том же MSD не требуется перезапуск на самом деле перезапуск по крайней мере в технику превью такой строгой потребности я не обнаружил. Дело в том что если вы делаете инсталляцию Install Windows фичи через Install Windows фичи через PowerShell Install Windows фичи контейнер фичи называется соответственно после того как он заинсталляться вам выводится сообщение что фичи установлены и там есть графа выводя restart нужно не нужно restart но а пишет официально как бы в выводе что restart не нужно ну как бы больше людьми своеверными может конечно стартовать на самом деле не принципиально я пробовал и так и так работает соответственно первое что мы с вами после установки для подготовки к контейнеризации к работе с контейнеризацией ставим фичу контейнеры опусту говорили то есть команда powershell install windows фича и эта фича обзывается как вы уже видели контейнерс то есть ничего вы поставили то есть вы объяснили что его можно орошать между несколькими контейнерами обществить далее далее если вы хотите достаточно гибкое средство управления во-первых вам необходимо заинсталлировать базы образа контейнеров на основе которых вы будете уже свои содержащие поверх операционной системы какие-то приложения реализовывать об этом чуть позже еще скажу вам необходимо удобный интерфейс поставить поэтому дополнительно прикладное обеспечение на поиском уровне SPO этот уровень ядра все что я ранее рисовал включая поддержку фичи это вот кернель мод а вот это юзер мод пользовательский режим здесь вы ставите приложение которое позволяет вот этой фичи рулить и функциональность ядра в плане поддержки контейнеров это докер это собственно докер таким образом мы с вами докер ставили для этого для этого мы можем в том же powershell сейчас еще один экземпляр вызову шелла линуксоид знает такую команду собственно она так хистерен да в этом экземпляре она не хочет показывать ну ладно что у нас тут было хорошего так ну собственно мы можем сначала скачать докер можно его скачать собственно говоря из вот это местоположение из репозитория а можно попросту вот такой командой то есть в конце в конце моего вебинара будет ссылка на msdn и там вот это как раз пошаговая инструкция есть вы познакомитесь и без меня то есть первая команда вы скачиваете zip архив докера он включает в себя и клиентскую и серверную часть дальше естественно перед тем как докер ставить я восстановил фичу контейнера об этом я уже говорил дальше вы распаковываете этот архив по умолчанию в программфайлз то есть у вас в ацп программфайлз ставится докер как приложение windows после чего после чего вы переменные среды создаете но если вы хотите вот здесь в шейле в шейле в пару шейле интегрировать и указывать докерские команды то есть отсюда они должны видны как слово докер должен быть виден через переменные поэтому вот такую конструкцию пишите она тоже есть в msdn то есть в самом самом начале это секретом является для того чтобы с этого момента вы могли увидеть докер команды и управлять ими вроде докер имидж через powershell вам необходимо чтобы powershell перечитал обновленные перемены то есть вам нужно закрыть и открыть по новой после этого после этого вас уже будут доступны доступна работа с докером ну собственно установили докер после того как распаковали пакет zipfile и соответственно после того как вы прописали переменные среды вы можете зарегистрировать докер как windows сервис как windows сервис ну чтобы в оснастке в оснастке вот в этой сервисе диспетчер сервера tools сервиса здесь у вас появится сервис докер докер анжим стартован собственно вы его вот этой командой регистрировать демон как сервис замечательно после после чего запускаете назначально не запущен после чего делаете команду старт сервис докер старт сервис докер сервис стартует и молчание на авто старте далее далее вам потребуется собственно говоря образа контейнеров ну собственно компоненты докер как я уже говорил докер состоит из на самом деле трех компонентов из образов что такое образ докер докер образ это ридонный шаблон с операционной системой установленной то есть это некая отправная точка то есть это контейнеризованная часть операционной системы по сути ядро которое используется для создания ваших кастомных контейнеров которые вы уже будете ставить свои приложения или реквизиты по сути по сути вот целую цепь взаимозависимых контейнеров можете для упрощения процесса разработки создавать ну грубо говоря вам необходимо несколько веб приложений создать несколько приложений создать каждое приложение зависит простройки допустим там тут нет какой-то версии поэтому чтобы 10 контейнеров не плодить и каждый из них будет тестироваться каждая версия вашего приложения версия 1 версия 2 и перед тем как вы эту версию туда запихаете вам необходимо будет потратить уйму времени на закачку установку одних и тех же приквизитов того же самого dotnetfx не проще сделать так вы пишете приложение допустим под windows server core вы качаете базовый образ который включает ту часть системы которая необходима для запуска приложений в контейнере как базовый контейнер над этим контейнером вы создаете кастомный контейнер контейнер с приквизитами и в этот контейнер что ставите dotnetfx а дальше вы создаете контейнер номер 1 с приложением application 1 версии 1 которая требует dotnetfx и запускаете его как контейнер зависимый из-под контейнера с предустановленным dotnetfx который в свою очередь является контейнером производным от контейнера с базовой операционной системы windows server core application 2 из application 1 версия 2 установится в контейнер но чтобы не ставить туда проеквизиты dotnetfx вспоминайте что у вас есть нижележащий контейнер в который уже установили dotnetfx поэтому привязывайте к уже существующему контейнеру с проеквизитом второй контейнер с приложением то есть вы сокращаете себе уже время на развертывание проеквизит вы просто делаете контейнер который привязывается к контейнеру уже существующему со всеми проеквизитами которые необходимы эта цепь может быть без явных ограничений удобство в разработке собственно говоря эти шаблоны вы должны установить у вас две системы два ядра поддерживаются это server core и nano server nano server чуть позже об этом об этой вариации еще более урезанная версия операционной системы нежели чем server core я скажу но для сравнения для сравнения у вас server core занимает порядка 2,5-3 гигов server core а nano server nano server занимает буквально порядка сотни мегабайт или нескольких сотен мегабайт собственно говоря когда вы установили докер у вас докер использует два места положения для размещения уже не своих конфиг файлов базовых контейнеров поддерживаемых операционных систем которые по сути будут предоставлять свое ядро для расширенного доступа к нему страны других контейнеров включающих в себя ваше приложение эти базовые образы их в принципе два поддерживаются windows server core и nano server они хранятся по этому пути server program data microsoft windows images вот один из них у меня установлен я могу его благополучно показать второй если время позволит я продемонстрирую разумеется скрытые системные пабки отображать я включил на этом писи на диске у меня есть program data program data соответственно docker program data microsoft windows здесь images где-то было и вот здесь пока на колнеем у меня регистрируется что базовый образ операционной системы ядра операционной системы server core такой вот версии и собственно говоря сам по себе контейнер со всем его запчастями он хранится в виде vhdx файла и он имеет что кроме файлов базовой операционной системы видите program files то что core содержит версии операционной системы контейнеризованной он содержит также файлы которые туда могут быть привнесены и он содержит hives что это такое по сути улья-регистра улья-регистра в которых прописываются изменения связанные с конкретно рабочей средой этого данного контейнера сами контейнеры сами контейнеры это то что у вас над базовым образом создается чтобы было несколько понятно демонстрирую докер как средство управления контейнеризацией поставили с этого момента с этого момента вы еще один компонент ставите на самом деле диспетчер который позволяет с репозитория что-то забирать что-то выкладывать то есть диспетчер пакетов он позволяет нам в первую очередь создать базовый установить базовый образ базового образа на самом деле их два они предоставляются корпорации микрософт изначально было требование что система в базовом образе должна совпадать с хостовой системой благо это ограничение было снято что обеспечивает дополнительную переносимость все равно какая у вас на версии системы в принципе базовая функциональность в плане поддержки контейнеров у всех реализована поэтому здесь система может быть Windows Server 2016 может быть Windows Windows 10 неважно главное что поддерживает контейнеры а уже то что приложение будет видеть оно предоставляется контейнеризованным ядром базового образа вот это базовый образ или как его еще называют образ операционной системы она напишет base base os image без него никуда вот этот образ вы можете обновлять и по большому счету самая последняя версия она будет докером восприниматься для взятия за основу при создании кастомных контейнеров дальше вы можете на основе этого контейнера создавать свой контейнер создавать свой контейнер указывать что на основе вот этого по имени указывать либо вы можете скачать уже готовый но если вам необходимо операционная система с предустановленной ролью допустим EIS для развор приложений ну конечно можете в базовый образ ставить активировать эту фичу создавать уже базовый образ он ретон не изменен все разночтения все что туда привнесены вы в более компактном отдельном кастомном контейнере сохраняете вы можете этот контейнер уже готовый скачать поэтому следом вы создаете уже контейнер с фичами который ссылается привязывается с базовым к базовому то есть идея в том что вы не дублируете саму операционную систему она уже есть но здесь она в варианте как есть с базовыми дефолтными настройками а все фичи которые вы в ней хотите включить вы их сохраняете в отдельном контейнере поэтому в контейнере в кастомном который вы создатели скачиваете вы ставите допустим сюда иис вот сама фича сам факт включения фичи хранится вот здесь то есть та часть реестров которые включаются в этой фичи на самом деле все файлы и все зависимости и сама базовая операционная система берется вот отсюда то есть у вас эти образы связаны друг с другом один без другого жить не может они зависимы дальше а дальше веб-приложения зачем вам веб-приложения если вы несколько хотите разных версий приложения потестить ставить в один контейнер у вас контейнер с иисом уже есть поэтому следующий контейнер вы создаете вы говорите создать контейнер на базе вот этого контейнер который содержит настройки с иисом он будет еще тоньше в плане содержания там всяких исходных кодов и вот в этот контейнер вы уже ставите веб-приложение веб-приложение веб-аппликейшн один который ссылается ссылается на иис установлен в базу по отношению к нему контейнер дальше веб-аппликейшн 2 вы можете тоже еще один контейнер создать который также будет ссылаться на контейнер с предустановленной службой иис чувствуете вам повторяющиеся действия не нужно делать ради разработчика а дальше а дальше вы в принципе можете все эти контейнеры перенести хотите само приложение если у вас контейнер с иисом стоит на другой платформе хотите если там нету а только реквизиты для работы докера создана вот эту часть вот эту цепь контейнеров с этим или с этим приложением перенесли допустим мне нужна вот вторая версия работоспособная я хочу распространить пилотный проект на windows 10 компьютера пользователя я беру и копирую файлы копирую файлы вот это вот хозяйство вот это вот хозяйство как контейнер webpub2 и базовый подношение к нему контейнер из на другую систему и запускаю на другой платформе ну естественно она поддерживает windows контейнер если это платформа windows таким образом и собственно вот эти контейнеры ваши кастомные отличные от самой базы с операционной системой они хранятся в локальном репозитории по пути цепрограмм дейта докер windows filter на самом деле все контейнеры которые мы будем создавать с вами они будут храниться там в принципе последний компонент это реестр реестр от хранилища образов который может быть нелокальным который может быть скажем общекорпоративным или же публичным из которого можно загружать куда можно загружать образы откуда можно их скачивать например докер хаб и типа контейнеров windows типа контейнеров я имею ввиду контейнеров базов операционных систем вот контейнеры windows делятся на два типа то есть по сути по сути у вас есть две различные относительно требования прикладных относительно требования изоляции среды выполнения то есть контейнеры могут быть запущены без виртуализации HyperV это просто контейнер который контейнер windows server ну по сути контейнер windows server позволяет несколько рабочих свет которые обобщисляют одно ядро базовых хостов операционной системы собственно говоря изоляция здесь весьма условная изоляция выше уровня изоляция новых приложений но приложения и сервисы если положение запускается как сервис сервис у нас через что взаимодействует друг с другом через ядро поэтому технически ничто не мешает сервису с контейнером 1 и вообще ядро взаимодействии например остановить и бить сервис работающий в контейнере 2 потому что все ядра поэтому когда нам необходимо обеспечить, например, изображение больше безопасности. Или там изоляцию на уровне сервисов, на уровне ядра, мы можем виртуализировать ядро. Но по сути, по сути, контейнеры Hyper-V, это как бы контейнеры, которые, по сути, это виртуальные машины, которые маскируются под контейнеры, а создается служебная виртуальная машина. Служебная виртуальная машина, которая используется для поддержки виртуализированной копии ядра. То есть у вас не одно ядро расшаривается, а несколько независимых копий ядра. Но смотрите, виртуализировать только ядро с точки зрения утилизации памяти, процесса на мощности и дисков пространства гораздо проще, чем виртуализировать целиком операционную систему. Меньше места занимает и в памяти, и на дисках, и на процессоре. То есть, по сути, по сути, с точки зрения контейнеризации, это как бы условность. На самом деле у нас нету контейнера Windows Server или контейнера Hyper-V, у нас есть просто контейнер, как всегда, выполнение. А вот контейнер Windows Server или контейнер Hyper-V, это способ запуска. В общем, главное, что не мешает мне создать контейнер изначально, как Windows Server, с возможностью расшаривания ядра хостовой системы, а потом решите, что я не хочу расшаривать ядро, и запустить его в виде виртуализованного, виртуализованного, над виртуализованным ядром, в виде виртуалки. Но врезанное. Врезанное до масштабов ядра. То есть, проще говоря, по-русски, существует два способа запуска контейнера. Либо без виртуализации, как Windows Server контейнер, либо как Hyper-V. То есть, у вас для запуска обычного контейнера в режиме изоляции Hyper-V в отдельной выделенной виртуальной машине, как виртуализированной копии ядра, а не общей расшаривания ядра, используется всего лишь параметр. Минус-минус изоляцион равно Hyper-V. Ну, понятно, что Hyper-V должен быть включен. Причем, хочу заметить, что контейнеры вы можете запускать как на физическом компьютере, на системе установленной физической компьютере, так и на виртуальной машине. Ну, а на виртуальной машине вы без проблем запустите контейнер Windows Server, в то время как, если вы захотите контейнер запустить в режиме Hyper-V, у вас Hyper-V должен присутствовать включенном виртуальной машине, а для этого существует вложная виртуализация. Начиная с Technical Preview 4, она поддерживается. На самом деле, Technical Preview она поддерживалась, там, конечно, процессор поддерживал это все дело. Technical Preview 5, не знаю, чем обусловлено, в принципе, позиционирую, что в конечном релизе это все будет, у вас выводится сообщение, что в этом релизе вложная виртуализация на самом деле не поддерживается. Ну, видимо, где-то что-то просмотрели. Таким образом, чем вот эти два режима запуска контейнера отличаются? Смотрите, у вас есть хвостовая система, у нее есть ядро, и у вас есть функциональность ядра поддержки контейнеризации, которая управляет, собственно говоря, ну, в частности, докер. Смотрите, если я хочу несколько приложений запустить, для каждого приложения, которое требует функциональности ядра операционной системы, чтобы она прописывалась, в реестр операционной системы, а часть функционала операционной системы для этой цели, для цели изоляции, оформляя как контейнер. Я создаю два контейнера. Здесь приложение application1, здесь приложение application2. Через этот и этот контейнер у вас просматривается одно и то же ядро, по сути, хостовой системы. У вас расшается одно и то же ядро, сюда и сюда. То есть вся остальная часть библиотеки, реестр, они виртуализируются. Но функциональность API, которая предоставляет все ядра, где-то вам берется отсюда. То есть, по сути, по сути, у нас как бы косвенно возникает возможность через общее ядро взаимодействовать с процессом, запущенным в разных контейнерах. Но, по сути, по сути, вы можете на хостовой машине запустить список процессов, вы увидите все процессы, идут общие, которые проистекают как здесь, так и здесь. В то время, в то время, как вы это не увидите, если у вас контейнер запущен как Hyper-V. В этом смысле с хостовой системой вы увидите уже не процесс, который работает в контейнере, а вы увидите процесс виртуальной машине. Что у вас работает процесс виртуальной машины. Все остальное будет виртуализовано. Смотрите, в предыдущем слайде одно ядро расшаются между несколькими контейнерами. А здесь у каждого контейнера своя часть игра. Но не целиком, а операционная система. Накладные расходы снижаются. Промежуточные варианты их больше, но не настолько, как если бы вы виртуализировали целиком всю операционную систему. В данном случае у вас концепция Hyper-Visor. У вас есть родительская партиция, которая подоставляет вам шину VM-Bus, условно, Hyper-Visor, расшаривает доступ к одним и тем же устройствам одного хоста. У вас здесь ядро хостовой операционной системы и инструмента предоставления доступа к Hyper-Visor. И у вас каждый контейнер запускается в дочерней партиции, то есть виртуальной машине. И там не копия, целиком не установленная гостевая операционная система, а только ядро. Ядро, но изолированная версия. Здесь нет общего ядра. Здесь у каждого ядро свое изолированное с весами Hyper-Visor. Это очень удобно. У нас при этом, кроме двух типов запуска с большей или меньшей степенью изоляцией на уровне ядра, у вас два типа образов контейнера поддерживается. В этом плане два типа образов относительно операционной системы. Вернее, изначально два типа образов контейнеров с точки зрения функциональности. Базовая с операционной системой предоставляется Microsoft и включают в себя основные компоненты операционной системы. То есть то среду, которое, по сути, обеспечивается контейнером. То есть те компоненты, которые необходимо представить каждому приложению как бы изолированной копии. Доступны две базовые системы для использования контейнера Windows Server Core и Nano Server. По сути, эти контейнеры предоставляют свой операционной системы для настройки запуска пользовательского образа с приложениями, сервисами, созданными под базовую систему базового образа. То есть либо Server Core, либо Nano Server. А над ними уже настраиваются пользовательские контейнеры. Но я только что это демонстрировал на картинке. То есть у вас базовая система, которая, строго говоря, у вас не ядро хостовой системы расшаривается или виртуализуется, а ядро, на самом деле, которая уже, та часть ядра, которая оформлена как базовый контейнер. То есть вы установили как бы контейнеры над хостовой системой, систему, которая позволяет поддерживать контейнеры. Это может быть либо Server Core, либо Nano Server в зависимости от нужного функционала и требования компактности. И уже на вот ее ядро, ее ядро базового образа, вы расшариваете между контейнерами, либо используете как запуск отдельно независимой виртуализированной копии виртуальной машины. Но не все системы, а только ядра этой системы. А над ними, над базовыми, мы создавали пользовательские, которые включают уже не ядро операционной системы, а те, а ту разницу, обусловленную включенными фичами или приложениями. То есть она содержит только тот код, который работает поверх базового контейнера, но сохраняется в виде отдельного VHD, VHD-файла, который ссылается на базовый в виде отдельного контейнера. Почему у нас появился Nano Server? Что это такое? И почему собственно говоря? Ну Nano Server мы в принципе можем независимо от контейнера. Я уже говорю, что контейнер это кусок операционной системы. Либо Windows Server Core поддерживается, либо Nano Server. То есть та и другая без GUI. Но Nano Server еще более компактная, еще более урезанная версия с точки зрения быстродействия, с точки зрения снижения потребностей к перезагрузкам после переконфигурации версии операционки. То есть Microsoft позиционирует Nano Server как операционку для приложений, запущенных на виртуальных машинах или в контейнерах, для которых не требуется поиск интерфейса на сервере. То есть исключены не только графический интерфейс из Nano Server, его и в Core нет, но и поддержка 32-х разрядных приложений изъята, которые в Core есть, Windows Server и Windows 64, а в Nano нет. Установщик MSI Windows Installer изъят из нам сервера. Тоже нет инсталляции Windows. И множество стандартных компонентов в сервере Core тоже нет. И соответственно у вас нет не только графического интерфейса, но и текстового интерфейса как такового. То есть управлять вы можете только дистанционно, локально не зайдете, с помощью либо WMI, либо PowerShell, который по сути является собой настройкой на Windows Management инструментарии. Собственно позиционируется Nano Server не как замена полнофункционального сервера, а как специфическая среда выполнения, которая может быть либо в виртуалке установлена, либо на хостовую систему. Зачем на хостовую систему Nano Server ставить, если позиционировать его как гипервизор? Самый-самый облегченный гипервизор. То есть функция Hyper-V в нем есть, поэтому вы можете Nano Server поставить на хостовую систему, да, и дистанционно с клиентской системой подключаться и разворачивать там виртуальную машину. По сути вы будете работать с виртуалками, а Nano Server будет обеспечить только хост-виртуализацией, тем самым не жать ресурсы, не отцепить их на себя. Ну и поскольку виртуализованное хозяйство где-то хранит свои ресурсы, а именно VHD и VHDX файлы, но соображение отказоустойчивости и быстродействие рекомендуется их хранить где? На масштабируемом файлом сервера. Sobs. SkyLoud файл сервер. Поэтому еще одна роль, которая поддерживается Nano Server, это Sobs. То есть один экземпляр Nano Server у вас вводит в сервер виртуализации, а второй Nano Server это хранилище, по сути, сетевое хранилище с HD, управляемое Nano Server для сохранения файлов образа виртуальных машин, которые запускаются на другом экземпляре Nano Server. Один вариант. Другой вариант для запуска приложений, который не зависит от графической среды исполнения или от тех средств, которые изъяты из Nano Server. Ну, как правило, сервисы какие-то служебные, которые требуются для других высоковольных контейнеров. Поэтому использовать Nano Server там, где уместно, позволяет еще в большей степени сократить утилизацию ресурсов на поддержку контейнеров под управлением Nano Server. То есть, по сути, вы часто отдаете ресурсы только в приложении. Более подробно о Nano Server можно посмотреть ролик вот здесь. Интересный ролик достаточно на Channel 9, где демонстрируется Nano Server с оперативной памятью 1 ТБ, обслуживающая тысячу виртуальных машин Nano Server. Ну, и по сути, Nano Server я наряду с Windows Server Core базовую ставил на свой тест, твой системой. Вот здесь скриншот превью, у меня Nano Server также есть и поддерживается для запуска поверх него кастомных образов. Так же, как и Windows Server Core, по которому работает Microsoft Ease образ. Ну, по сути, вот сравнительные характеристики Windows Server Core позволяют вам реализовать высокий уровень совместимости с приложениями, ибо не все приложения будут работать на Nano Server, поскольку там под системы нет необходимых. Ну, и, соответственно, Windows Server Core, этот базовый образ позволяет вам существующие приложения, работающие нормально на Windows Server Core, портировать в контейнеры. Nano Server позволяет обеспечить высокий уровень плотности, то есть большее количество контейнеров на одном хосту виртуализации, ибо меньше ресурсов ждет. И оптимизирован для облачных приложений, для облачных хостинг-провайдеров, и, собственно говоря, для поддержки распределенных приложений, которые требуют нескольких уровней, нескольких контейнеров для своей работоспособности. Самое интересное, как взаимодействует контейнер с сетью. То есть мы, на самом деле, в контейнер запихали свое приложение, все зависимости выявили в отдельный контейнер, на базе которого настроен наш контейнер с нашим тестовым приложением. Но понятно, что мы локально зашли, как бы его видим, управляем. А как зайти в сам контейнер, к самому приложению обратиться? А по сети? Ну и к тому же предоставлять, как мы его будем конечным потребителем? Тоже по сети. Поэтому взаимодействие контейнеров с сетью обеспечивается чем? Виртуальным коммутатором. То есть, по сути, когда вы ставите поддержку контейнеров, контейнеризацию фичи, у вас создается виртуальный свитч. И по умолчанию он реализует функциональность трансляции портов и сетевых адресов. Смотрите, я для примера. Строго говоря, для поддержки контейнеризации Hyper-V не нужен. Hyper-V не нужен. Но тем не менее, для того, чтобы демонстрировать, что у нас произошло, я его поставил на свою тестовую площадку. Смотрите, у меня здесь есть Hyper-V. И если диспетчер виртуальных свитчей включить, вот этот свитч я не создавал. Он автоматически появился. И я его смогу увидеть и пощупать наглядно через диспетчер свитчей Hyper-V менеджера. Диспетчера Hyper-V. Это внутренний свитч. Интернальный свитч чем характерен? Тем, что он позволяет взаимодействовать виртуальным машинам друг с другом, контейнерам. Через сеть. В рамках одного хоста. И с хостовой системой. Но не за его пределами. С хостовой системой позволяет. А благодаря натизмам, благодаря трансляции, в принципе, то, что приходит на хост, может транслироваться куда? Вот сюда. То есть, по сути, у вас здесь зарезервированная сеть вида 172.17. Адрес сети автоматически генерируется, который транслируется в адрес физического интерфейса вашей хостовой системы. Поэтому, когда вы, допустим, не поднимаете службу из, с дефолтом веб-сайтом на хостовую систему, подняли в контейнеры, при обращении на 80-й порт по адресу вашего физического хоста, вы пробрасываетесь куда? В контейнер. По умолчанию на 80-й порт, но уже на адресе 172.17 на контейнер. Если у вас также сайт дефолтный, по умолчанию, развернут на хостовой системе, чтобы не было конфликтов, вы можете переопределять порт, вы можете сказать, запустить контейнер с сопоставлением портов. Допустим, то, что на хостовый адрес приходит на порт 8080 или там 81, пробрасывается на 80-й порт внутри контейнера, привязанного к свечу. Ничто не мешает нам выпустить виртуальный контейнер, так же как и виртуальную машину, наружу. Поэтому, кроме НАТО, понятно, что трансляция для небольших светов хороша. Если большие, то накладные расходы будут, в общем-то, тормозить производительность. Поэтому здесь есть вариации на тему. В отношении сетевых подключений контейнеры Windows функционируют аналогично виртуальным машинам. Через виртуальный свеч. В каждом контейнере имеется виртуальный сетевой адаптер. Который привязывается к виртуальному коммутатору. И поддерживается четыре режима работы этого виртуального свеча. По умолчанию, это НАТО, о нем я уже сказал. Есть прозрачный режим, когда каждый контейнер подключается к внешнему виртуальному коммутатору. И через его посредничество соединяется напрямую с визической сетью, в которую приходит хост. Ну, собственно, IP-адрес может быть назначен либо статика, соответственно, вы можете зайти и с помощью PowerShell назначить, или же при создании контейнера. Или динамически с внешнего сервера DHCP. Ну, собственно, режим моста, самый такой, наверное, актуальный. Режим моста второго уровня, или режим коммутатора второго уровня. Каждый контейнер подключается к внешнему виртуальному коммутатору. Именно внешнему, экстернальному. То есть, вспоминаем концепции виртуальных машин. Чем характеризуется, что я создал свой виртуальный коммутатор внешний, экстернал, экстернал свеч. Экстернал свеч – это что? Это протокол, который, по сути, заставляет работать сетевую карту, выбранную сетевую карту на узле, как свеч. То есть, по сути, взамен дает виртуальный адаптер хосту, к которому к этому коммутатору подключается. И каждая виртуальная машина или контейнер могут быть сконфигурированы на привязку к этому же виртуальному свечу, через который будет видеть все, что на нем сидит. И друг друга, и хост, и, соответственно, физическую сеть, куда приходит хост. Трафик между двумя контейнерами, которые находятся в одной IP-сети и запускаются на одном хосту виртуализации, передается напрямую через этот свеч. То есть, они все на одном свече сидят, один сегмент. А вот если контейнеры находятся либо в разных IP-подсетях, либо на разных хостах, то здесь будет передаваться через внешний виртуальный коммутатор. Туннельный режим L2 здесь фактически виртуализация сети, только для облачных стеков Microsoft. То есть, если в ажуре не будете развертывать, здесь весь сетевой трафик контейнеров будет привязываться, передаваться на виртуальный коммутатор физического узла. Что позволяет в политической сети реализовать на виртуальном коммутаторе физического узла? Фактически у вас идет напирование виртуального адреса на адрес физической сети, что облегчает перенос между разными цеными. Но это как бы не для нас, это для облачных решений. По сути, полноценная виртуализация сети, которая как раз на протокол туннелирования реализована. Но, если вспомнить, NVGRE, да, уже не рекраутинг, encapsulation, для обеспечения виртуализации сети. Вот здесь те же самые идеи, по сути. Управление контейнером. Установка возможности использования контейнеров обеспечивается вот этой фичей, после чего, на самом деле, restart-компьютер не обязательный. Управление контейнером. Я уже говорю, что необходимо вам сначала включить поддержку к этой инвизации, потом вам необходимо установить докер для удобства. Вы же не будете сами создавать контейнеры, вам нужно их откуда-то скачать. Во-первых, базовые с Microsoft, а потом, чтобы сэкономить время, уже готовые контейнеры, по крайней мере, включающие, вы будете под свое кастомное приложение. Я подсылаю приложение какое-то конкретное. А если это приложение требует фичей, то фичи уже включены в образах, которые предоставляются вам со центрального репозитория, с публичного. Поэтому вам удобно работать с этим репозиторием через докер. Вот эти моменты я вам показывал. Поскольку они длительны во времени, у нас вебинар ограничен рамками времени. Я их сделал заранее, но вам показал историю PowerShell, что я сделал сначала вот эту команду. Скачал архив, разархивировал, добавил в каталог с докером системные переменные, зарегистрировал докер как службу и стартовал службу. Заранее я фичи поддержки работы с контейнерами включил. После этого я устанавливал базовый образ, который позволяет, собственно говоря, обеспечить ядро, которое будет расшариваться между различными контейнерами кастомными. Ну а для того, чтобы этот образ откуда-то забрать, чтобы взаимодействовать с репозиторием, я установил диспетчер пакетов. InstallPackageProvider, containerImage-Force, это поставщик пакетов контейнеризованных образов контейнеров. После этого я могу увидеть образы. Собственно говоря, команда может быть реализована для поиска образов. Для начала, ну вообще говоря, докер-сердж, докер-сердж Microsoft позволяет микрософтовские образы с репозитория отобразить, выбрать по имени понравившейся и дать команду на установку. Ну, собственно, после того, как я поставщик пакетов образов установил, я могу простой команды, то есть он привносит набор командлетов, блок командлетов, в частности, installContainerImage. Я могу указать по имени, версию не обязательно указывать, он последний возьмет. Если я хочу под свое приложение использовать ядро Core, я скачиваю контейнер с ядром Windows Server Core, как базу. Если я хочу нано, скачиваю нано-сервер. Здесь меняться будет Windows Server Core или нано-сервер. После установки базы образа, чтобы он перечитал доступные установленные образы, перезапускаем службу докер, restart, и докер-эмидж возвращает список установленных образов. После чего базу образа установили, но мы хотим приложения какие-то ставить. Положения цепляются каким-то фичам, которые мы можем в отдельном общем для всех этих прикладных контейнеров к контейнере привнести. Например, мы настроенные фичи можем сохранить на контейнере, который будет привязываться к базовому и включать возможность этого базового контейнера, точнее, операционной системы туда закатанной. Как, например, контейнер содержащий из. Для поиска образов контейнеров Windows в Docker Hub мы выполняем команду Docker Search Microsoft. Я продемонстрирую. Это где-то должно было быть. Пожалуйста, репозитория Microsoft. Ну и следом я что делаю? Следом я должен забрать себе образ с какими-то пререквизитами. Ну, какими пререквизитами? У меня есть образ установленной службы индиса. Если я хочу потом создавать свой контейнер, который будет привязывать к проложению к индису, чтобы в каждый контейнер не ставить. У меня есть уже образ с нано-серком, с предустановленным. У меня есть образ с дотнетом 3.5, у меня есть с сиквелом образ. Ну, много чего на самом деле есть. С апатчем есть, с MySQL, с Python, с Ruby, что хотите. Но прежде чем я буду поверх базового образа прикручивать образ с фичами, которые относительно базовой операционной системы закатанной базовой образы, сохранены в отдельном выделенном контейнере, поверх которого над этими фичами я буду настраивать еще свой контейнер с своим приложением, мне необходимо, чтобы не портить контейнер, сохранить контейнер с названием версии Latest. То есть перед продолжением работы с образом, свежескачанные базы образа необходимо пометить как последнюю версию Latest. Для этого выполняется команда. Ну, во-первых, Docker Image выявит, какие у меня образы в принципе сейчас есть. Вот сейчас у меня есть, я уже закачал на самом деле, Windows Server Core вот этой версии, да, и пометил как Latest. Дело в том, что когда я привязываю относительно базового образа, образ с какими-то реквизитами или приложениями, я должен указать, к какому образу, какой версии, если у меня их несколько, я хочу этот контейнер прикрутить, сослаться, на что он ссылаться будет, где базовая функциональность операционной системы находится. Если я версию не укажу, то по умолчанию он ищет вот это слово. Tag, это тегирование, это просто метка, ищет метка Latest. Поэтому, чтобы обеспечить такую функциональность, я могу выполнить команду. Видите, тегирование. Я могу любой образ со основы взять, тегировать, пометить. Докеровский образ, вот этот Windows Server Core, ранее скачанный, вот этот меткой Windows Server Core Latest. Название, тег. Изначально название тег было такое, я сделал так, представил. Обратите внимание, идентификатор это один и тот же образ, с точки зрения его хэша, его содержимого. И дальше, чтобы вот этот этап скачивания поверх этого контейнера привязка к существующему контейнеру Windows Server Core, последней, самой свежайшей версии, фичи, которые нужно включить в эту операционную систему, так, фичи, их факт включения, он сохраняется в один контейнер, Microsoft Ease. Я скачал уже, то есть я не стал свой кастом делать, я скачал, он достаточно объемный, достаточно долго занимает время скачивания установки, поэтому это заранее делал. Таким образом, я его заранее скачал. Я скачал готовый образ с предустановленным Ease на основе вот этой базы образа, содержащей операционную систему, которая эта фича может включенной содержать, как включенный будет содержаться вот здесь, с реестра Docker Hub. Но для поиска готовых контейнеров, выложенных в Docker Hub, я уже использую команду Docker Search Microsoft. Docker Pool, Microsoft Ease, выбираю, что хочу, и скачиваю Docker Pool, и выбираю Microsoft Ease. И скачивается у меня версия этого образа. Дальше, а дальше я могу развернуть, в принципе, я могу на основе вот этого Ease свой образ создать, в котором будет какое-то мое приложение, а могу использовать уже этот образ. Но если я как бы не хочу несколько клонов этого образа под тестирование создавать, я хочу прямо вот в этой мысли еще его дополнить своим приложением какие-нибудь, то не проблема, я могу его запустить. Даже если я хочу на базе этого образа что-то запустить, что-то сохранить, создать свой контейнер. Для создания своего контейнера я должен сохранить существующие под новым именем, включая изменения. То есть я запускаю вот этот контейнер, делаю там изменения, останавливаю и сохраняю его под другим именем. При следующем запуске оригинального контейнера все изменения, естественно, теряются, но они сохранены под другим именем. Как мой контейнер, настроенный над вот этим контейнером. Давайте посмотрим. Давайте я для начала запущу этот контейнер. Microsoft Ease команды Docker Run. Docker Run. Запустить указанных качествах параметра контейнер. Минус D, минус D. Это будет фоновый режим. Минус IT, интерактивный режим. Дальше. Дальше я могу сопоставление портов делать. Минус P, порт. Дальше. Порт внутри контейнера. Порт снаружи. Со стороны хостовой системы. Но порт ISA внутри контейнера я мопирую. Помните, у меня по умолчанию switch работает как нато. Мопирую на 80-й порт хостовой системы. То есть 80-й порт усла контейнера сопоставляется с портом 80-й внутри контейнера. И дальше указываю, какой контейнер я хочу запустить с этим сопоставлением портов на данном хосту. Microsoft ISA, который надстроен на Windows Server Core, который привязан к этой хостовой системе. И дальше я могу указать команду, которая будет выполняться. Но если бы это было нано-серву, у которой никаких интерфейсов кроме командной строки нет, я бы сказал запустить и войти в команду строки. В данном случае я могу проверить, что на контейнер вообще работает. Например, выполнить пинг с него localhost. ping-t localhost. То есть запускаю, делаю ping-t localhost, а тем самым проверяю коммуникацию. Так. Не может найти локально. Значит, я по имени где-то. Латес должен взять. Да, но не нужен явный указ, потому что я уже говорил, что он latest берет. Привязка к базовому контейнеру. Вчера видите, что делать? Ping я запустил. То есть это не обязательно, как вы понимаете. Это просто для того, чтобы показать, что контейнер запустился. Попасть я на него могу теперь с другой системой. Не с хостовой системой, а скажем, какой-то другой. Но на хостовой системе у меня ISA нет. Вы можете посмотреть. Можно посмотреть, что у меня здесь из ролей. У меня никаких тут ISA не установлено. Даже диспетчера IS нет. Свежеустановленная система. Но я специально здесь виртуалку поднял. С виртуалки можно. По идее, если у меня сейчас внешний DHCP. Да, статус, то будет все нормально. Бывает в классах засады. Здесь CP. Сейчас проверим. Если что, я вам надо в статику поставлю. Так. Поймал. У меня на хосту это виртуальная машина, это хост. На хосту вот такой адрес. Поэтому я в 80 порт. На этом хосту я запрашиваю. У меня ISA никакого нету на хосту. Он у меня есть только в контейнере. Поэтому то, что он в 80 порт на этот адрес приходит, на самом деле придет вот сюда. Будет отброшено. Проверяем. Так, с виртуальной машиной. Запускаем. А, здесь под админом. Новая такая фишка. Может по другим пользователям. Зайти. Создам новый юзера. Пусть будет админ. Делаю его сразу членом группы администратора, чтобы потом не переключиться. Теперь зайду по администратора. Теперь зайду по администратору. Так, админ. И здесь попробуем. 10, 5, 7, 2, 2. Порт 80. Видите? Из ответил мне. Так. Ну, собственно. Собственно. Что я могу. Как остановить контейнер? Как остановить контейнер? Для этого, соответственно, можно посмотреть запущенный контейнер. Посмотреть динамически генерируемое для него имя. И выполнить команду docker-rm-remove-f имя контейнера. Но rm это не удаление контейнера, это удаление запущенного контейнера. То есть контейнер, он как бы будет выгружен, на самом деле, сняться исполнением. Остановлен. Либо можно, если команда строка просто exit, если он в интерактивном режиме запущен. Но здесь, как бы, он не в интерактивном режиме. Поэтому еще один экземпляр PowerShell под администратором. И docker-ps. Docker-ps выводит запущенный контейнер Microsoft IS и какая команда на нем выполняется. И сколько он уже выполняется. и какие порты. Что на что соответствует. И главное, главное имя. Lonely-lampard. Поэтому следующая команда, которую я буду делать, docker-rm. docker-rm вернее, без минусов. docker-rm-if force имя контейнера. Docker-ps видите, никакого контейнера больше не запущено. Что мне мешает запустить этот контейнер, но уже не с проверкой пингом, что он запущен, а запустить контейнер и ввать его в командную строку. cmd то есть я сейчас переведу в командную строку, в режим команды строки, запущенный в этом контейнере. так. 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 И собственно, что я там могу сделать. ipconfig так. 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 Не вижу. Так. так. Не запустила его. docker-rm. не надо запустить не надо скрёст Так. Не хочет. Строка не отрабатывает, хотя должен работать на самом деле. В любом случае, основная идея понятна. Попробую еще раз, если получится хорошо. На тестном стенде пока дело нормально, при приносимости как-то пока хромает. Каждый раз новая имя генерится для контейнера. Вот таки забавно именно. Махнулся. 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 В принципе, все это дело можно найти в MSDA. и посмотрим что нам отрисуют нужно его рестартить мы видим что браузер отвечает веб-серва не откуда-то, а из контейнера наша манипуляция делает в контейнере по большому счету в MSD в плане кастомизации описан вариант автоматической кастомизации вы можете на самом деле все это в файле прописать главное главное чтобы у вас файл был без расширения именно название докерфайл то есть вы можете на узле контейнера создать именно на узле контейнера на узле контейнера файлик в директории C так это у меня узел контейнера на диске C создать каталог build создать каталог build и в нем докерфайл без расширения докерфайл без всяких расширений я его могу блокнотом открыть написать туда написать туда на самом деле можно кмсмсдн возьму пример так ну собственно команда команда указывает докеру создать новый образ в качестве основы взять вот этот вот образ то есть на самом деле вот в этом контейнере в этом контейнере что это прописать то что после директивы run после директивы run а после директивы run я могу что угодно прописать то что обычно делаем на самом деле если у нас зафиксирован в абилде на хосту докерфайл то его содержимое будет запускаться относительно вот этого контейнера выполняться команда которая после директивы run ну собственно для того чтобы все это дело работало нам необходимо запустить процедуру создания кастомного образа поэтому контейнер мы устанавливаем устанавливаем так и у нас образ выполняется процедура докер build построить образ с констомизацией взятые минусы из файла из файла который обзывается цепь которая находится в директории цепь build называется понятно как зарезервированные слова вот у вас отыгрывает первое директивы потом второе директивы я с чем она называется по-другому немножко файли накосячил я взял из примера а у меня пример мой отличается у меня название просто из windows и рокор я не тегировал так 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 поэтому поэтому здесь два шага блокбал сейчас отработают отработают и я могу запустить этот контейнер вот здесь запускал вот здесь таким образом мы его запустили а теперь смотрим с виртуальной машины результаты вернул он дефолт на страницу видимо подвисло так ну следующий момент следующий момент что мы можем делать по большому счету я свой кастомизированный контейнер могу на самом деле не совсем отработало должна была прописать смайпид в скрипке возможно ошибся так ну основная идея понятна по этому времени пока тратить не буду более подробно вы можете опять же в масле не посмотреть я хочу показать как кастомизировать допустим на какие-то изменения здесь делаем отсюда выходим и мы можем с этими изменениями свой контейнер сохранить сохранить под другим именем как как бы свою кастомизацию в отдельном контейнере сохранить надстроенным над тем которые мы кастомизировали то есть как бы мы модифицируем существующий контейнер но результат модификация сохраним надстроенным над ним своим еще одним контейнером делается это следующим образом из контейнера мы вышли теперь изменения запишем в новый образ контейнера нам потребуется имя контейнера имя контейнера мы с вами уже смотрели докер ps минуса в данном случае так и самый последний у нас вот этот is он имеет он запускался вот под этим именем копируем имя и сохраняем 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 докер сохраняем контейнер командный докер коммит докер коммит имя нашего контейнера в котором модификации делали под каким-то custom названием то есть теперь теперь результаты констомизации у нас сохранятся в отдельном контейнере который вот так вот обзывается таким вот образом но в идеале в идеале мы с вами запускаем контейнер с одной консоли powershell а с другой консоли посмотрим идентификатор запущенного пользовательского контейнера его имя потом возвращаемся в первый консоль пристреливаем контейнер устанавливаем и можем использовать команду докер коммит для сохранения своей модифицированной версии копии но можно имя а можно идентификатор id использовать сейчас если я все правильно сделал все правильно я его обозвал modify is соответственно сохранился это кастомизация так что касается еще одного момента который хотел показать это настройка сети настройка сети соответственно для для начала мы сейчас посмотрим какие там образы работают не работают чтобы все остановить докер ps так ничего нету так две консоли в одной консоли мы должны остановить сервис докер пока сервис стартован он не даст нам подменить сеть подменить сетевой свитч соответственно стоп сервер вот этого момента в общем то явно в ну по крайней мере на момент создания вебинара я не видел поэтому описание есть как пример показывает стоп сервис докер и мы можем отключить всякого рода виртуальный коммутатор эта команда описана кстати в мсд докер демон докер д минус b минус b собственно говоря указывает указывает на виртуальный свитч на стойке сети но если укажу здесь но отключу всякого рода привязки к свитчу так докер минус b над вернет конфигурацию над здесь отключился второй консоли я создаю допустим сетку обращаю внимание что у нас пока виртуальной машине отображает в диспетчере хайпере отображаются два свеча которые я для виртуалки создал и над который изначально создавался при установке фича контейнеризация я создаю свою сеть свою виртуальную свитч докером докер команды докер минус докер нетворк создаю виртуальную сеть сеть ну и докер нет так сначала я посмотрю какие сети есть прежде чем создать докер не только лс лист выводит существующее сетевое подключение то есть то что я через хайпере показывал если его нету не пойдет мы можем посмотреть лс стандартная униксовая команда содержимое директория обычно показывает в данном случае сети вот моя кастомная над и собственно говоря какая то там нота которые которые на самом деле отсутствие сети а теперь могу создать сеть докер network create докер network create создает сеть минус d тип сети l2 bridge свитч 2 уровня l2 bridge ну самое актуальное с чем мы обычно в практике сталкиваемся это стандартный свитч 2 уровня минус subnet в какой в какой сети будет в какую сеть будет смотреть этот свитч у меня сеть 10 5 7 10 5 7 10 5 7 0 смазкой 24 смазка 24 шлюз минус gateway поскольку у нас свитч экстернальный соответственно шлюзом будет минус gateway выводящим за пределы этой подсети посмотрим с хоста да кто у меня на хосту виртуальный свитч а вот здесь виртуальный адаптер gateway 10 5 7 254 254 вот так вот и как-то ее обозвать допустим май 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 что там и здесь останется 2 2 различия найти на этой сети он не работает конфликтует наверно с вертолкой у меня на тестовом стенде было два интерфейса к одному привязан один в роли виртуального свеча для виртуалки любой соответственно для контейнеров потому что экстрональный свеч до всего теперь она отработала так ну собственно я вернул интерфейсы соответственно мы с вами создали подсеть создали подсеть и можем запускать явно запускать явно наш с вами контейнер с привязкой на определенную подсеть кстати говоря мы можем даже запустить его в режиме изоляции хайперви для начала докер run докер run microsoft какой-то пошел и у меня есть возможность после айти еще указать параметр минус минус нет и нет я обзывал май но в моих экспериментах сначала было 22 интерфейса а здесь они за один конкурировали поэтому поэтому ошибка не может быть двух экстернальных интерфейсов привязанных к одному физическим технически я показал что как это все может запускаться но ошибка ошибка в общем-то связано вот с этим здесь если вы хотите два экстренальных свеча то извольте два физических интерфейс вот он мой свеча я должен сделать экстернальным на баю щас он опять выйдет к сожалению не судьба здесь на одном интерфейсе что-то сделать вообще говоря на двух интерфейсах нормально работает на моем стенде это было сделано на одном интерфейсе у меня висел свитч с виртуалками на другом интерфейсе у меня висел свитч с для контейнера вот но собственно вернуть все на назад можно попросту а запустив докер минус докер минус б над вернется по умолчанию попробую через дефолт собственно над возвращает все в дефолт и следующая консоль нет май не хочет с команды вылетал на проблему ну по крайней мере как работает сеть я показал если у вас выполняться будет требование на предмет виртуальных свитчей то есть для каждого экстренального свой выделенный сетевой адаптер тогда будет работать по крайней мере на моем стенде это все благополучно заводилось он тебя вернул назад в над как видите работает ну а собственно в первом проблежении все что я хотел здесь показать в плане развертывания ресурса но первым делом я вот конечно же на этот ресурс вас на ориентировал я сейчас вам покажу собственно говоря как я говорил mail peterson вкратце про управление сетями докер управление контейнерами windows сетевое подключение тоже можно подробнее почитать но я вам еще и продемонстрировал как это все создается в принципе я смотрю добави создание большому счету можно поэкспериментировать так где этому можно обучиться как я уже говорил курс 10983 вышел обновление ваших знаний и умений до уровня windows 2016 ну понятно что представлены здесь фичи контейнеры и нано сервер как в общем то опция доступная для контейнера это не исчерпывающий спектр новшеств которые представлены windows server 2016 поэтому более подробно можно узнать в этом курсе ну кстати пока далеко не ушли еще один момент мы с вами контейнер нас создавали и обещал показать физически где она локализуется и собственно локальной репозитории это c program data у нас здесь есть еще докер докер есть windows filter и вот здесь ваши кастомные контейнеры видите сколько их создавалось там все с идентификаторами вы можете докер ps или докер ps с минуса посмотреть какие у вас контейнеры запущены какие запускались минуса со всеми идентификаторами и по идентификатору найти что у вас фактически в контейнере что есть файлы модифицированные с настройками операционной системы но на самом деле разночтение которые относительно базового образа операционной системы над которым настроена вашados образ это и пуле реестра которые включаются изменения сделанные с момента последнего образа на базе которого стоило или вот базовые образы над которыми настраивается вся ваша вереница от одного до нескольких кастомных образов, они хранятся вот здесь. Программ Data, Microsoft, Windows, Images, вот у вас образ. В принципе мы можем и в MSDN есть автономно установить. Если у вас хостовый компьютер, хост по отношению к контейнерам, не подключен к интернету, вы можете с любой другой рабочей станции, которая в интернет подключена, скачать из репозитория скачать из репозитория образ, базовый образ, и сохранить его. Но чтобы скачать, у вас есть SaveContainerImage команды, то есть немножко возвращаясь к теме. У вас есть команда SaveContainerImage SaveContainerImage минус name и имя. Ну допустим наносервис, если вы хотите. Да, наносервис. Ну и версия самая последняя будет. И где его сохранить? минус пас, допустим, в c. Ну предварительно создать папку я создал ContainerImage. Но я не буду выполнять команду, потому что я уже на самом деле эту папку имею, туда перенес, то есть на одной системе на своем стенде. Выполнил вот эту команду, загрузил наносервис, вот сюда как базовый образ. Я ContainerImage взял, скачал сюда, на эту систему. Можете посмотреть. ContainerImage. Вот здесь лежит кроме Core, вот наносервис. Поэтому я могу сюда с перемещаемого носителя импортировал образа и теперь принудительно отсюда импортировать могу. Импортировать на эту систему. Сейчас, секунду, покажу как это делается. Для того, чтобы импортировать обратно команду InstallContainerOSImage InstallContainerImage InstallContainerImage называется. ContainerOSImage VimPath Потому что он из Vim образа ставится. WindowsImage образ VimPath Путь к этому образу. C ContainerImage наносервис. Вим минус форс. Ну, таким вот образом. Ну, а какое-то время будет сейчас прописываться, копироваться из указанного местоположения вот сюда. То есть отсюда Vim файл будет копироваться кода. VimPathC ProgramData ProgramData Docker Не Docker, естественно, а Microsoft Microsoft Windows Image Вот он создается, видите, создался. И он потихоньку будет обрастать файлами, в том числе дисками, файлами жестких дисков. Таким вот образом. Ну, а в дальнейшем, в общем-то, будет все то же самое. У вас появится образ, вы его также тегируете, пометите тегом latest и дальше будете из репозитория Microsoft, Microsoft, Docker, Docker Search Microsoft, смотреть, какие настройки у вас на нано-сервер. Он так и обзывается Microsoft slash nano-server. Собственно, в остальном то же самое, только функциональность у него еще уже. То есть он не все проложения нано-сервер поддержит, но образ предоставляет ядро нано-сервера для настройки своих кастом-контейнеров со своими проложениями, которые умеют работать именно с нано-сервером. Ну и, пожалуйста, вопросы. Пожалуйста, вопросы. И если вопросы будут возникать далее, с удовольствием на них буду отвечать. Вот, личка моя здесь есть. Всем спасибо за внимание. Было приятно представить эту тему. Будут вопросы, пожалуйста, пишите. Еще раз сейчас выведу картинку. Пишите на почту, ну и приходите в наш центр. Ну тогда на этом всего доброго, успехов! Субтитры создавал DimaTorzok